Из названия будет ясно, что это какой-то там сыроедческий суп, и вы можете говорить, что это довольно странно, но я вам скажу, что это очень даже нормально. 4 палки сельдерея, 3 помидорка. Это как бы основа. В моём случае вы добавляете воду. Дальше. Морковь, кабачок, перец и грибочки. Потом, конечно же, базилик джан. Это займёт типа 2 секунды. В этом плюс сыроедных супов. Итак, мы берём вот это, моем. Я забыла сказать, что вам понадобится блендер. Очень неважное замечание. Здесь вот такая штука получается. Сюда мы потом базилик ещё кинем. Надо добавить сюда. Надо добавить туда воды. Я не знаю, сколько. Сколько-то. Чтобы это всё смогло взбиться. Я не включила розетку. Блин, всё нормально. У нас получилось, можно сказать, смузи. А теперь наша задача взять вот это и залить вот этим. У вас получается вот такая, как вы можете подумать, непригодная для поедания жижа. На самом деле, у нас ещё несколько штрихов. Ну, как вы поняли, если он сыроедный, значит, он не готовится. Это как бы логично. Всё всегда лучше с базиликом. Зарезали. Добавили. Не знаю, насколько сыроеды к этому хорошо относятся, но я его сейчас пойду по специям. Соль я не использую. Вместо соли я использую все остальные специи, делая вид, что я правильная. Я очень, например, люблю чёрный перец почему-то. Я всём чуть-чуть добавляю. Это, блин, очень, наверное, отличается от всех готовительных видео, которые вы когда-либо смотрели. Я так мешаю, что у меня уже весь суп распрескался. Немного орегано. Вот в кавказских травах, кстати, здесь уже есть базилик, но также здесь есть кинза и что-то там ещё, что мне очень нужно. Поэтому вот так вот чуть-чуть, значит. Также ещё один перец, точнее несколько перцев в виде паприки. Вы можете говорить всё что угодно, это мой суп. Знаете, что интересно? Я не люблю перцы. Из всех перцев я более-менее переношу жёлтый, и то если его прям очень долго пережёвывать. Но вот в специях почему-то я как-то очень люблю. Кстати, он получился круче, чем когда вот я его первый раз делала и в Инстаграм выкладывала вот эту фотографию. Сейчас он на вкус гораздо круче. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, это было как-то полезно. Так же полезно, как этот замечательный суп. Ну, правда, не очень-то полезно, потому что всё нахер перемешало здесь. Но вы поняли. Те, кто в теме, поняли шутку. Ну, потом подписывайтесь, если вы ещё не подписаны. Ну, например, делитесь там этим видео, если вам интересная такая тема. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!